Друзья, всем привет! И вот такой вот, наверное, скажем так, блог, мой первый блог на канале. И давайте, наверное, поговорим о том, как я пришел к трейду. Этот вопрос часто задают на стримах, из-за которого я начинаю теряться и совершаю какие-то ошибки. Поэтому я сейчас все это объясню, расскажу, и, наверное, вопрос в дальнейшем отпадет. Ну, а если не отпадет у кого-то, то я, наверное, сделаю какую-то отдельную запись с этой информацией, где можно будет это прочитать и буду туда всех направлять, кто смотрит мой стрим. И давайте, наверное, сразу же приступим к этому разговору. Не буду вас томить. Все началось, получается, с того, что моя бабушка сломала шею кубедра. У меня были какие-то отложенные деньги, но я посчитал, что этих денег недостаточно. И в тот момент, это был 16-й год, начался хайп. Ну, как, он уже был, но тут он уже прям приобрел какую-то истерию. Но суть в том, что рулетки начали сильно пиариться, начиная от таких рулеток, как Polygon, Fast, тогда как раз-таки еще и Double начал закрываться. И как раз-таки вот из-за этих рулеток, глядя на то, какие там бабки льются рекой, грубо говоря, у пацанов, я начал верить в то, что там можно подняться очень легко и очень быстро, особенно, если у тебя есть деньги. В связи с чем, получается, я пошел на эти рулетки, ну и начал проигрывать ножик за ножиком, там ножик за 10 тысяч, ножик за 20 тысяч. В общем, я проиграл около 100 тысяч рублей, после чего пошел, взял кредит, как самый умный человек. Мне просто нужно было еще оплатить учебу тогда. Какие-то деньги я, получается, потратил на учебу, какие-то деньги я потратил на то, что нам нужно с бабушкой, и оставшуюся часть, получается, я опять пошел сливать на рулетку. И, ну, это был, получается, не такой, не мгновенный слив, но, в общем, в течение полугода я слил около 180-150 тысяч рублей на рулетках, если брать реальные деньги. Ну, и дальше, как раз-таки, когда это все происходило, я начал задумываться. Вот я проигрываю деньги, если мне не дает рулетка выиграть все это, да, получается. Ну, как? Ладно, признаюсь, что тут виноват я. В общем, получается, в чем суть? Я и подумал. Может быть, есть какие-то другие способы заработать на этом, потому что я видел пацанов, которые поднимают бабки, и при этом они как бы не особо-то и заморачиваются с игрой на рулетке. До трейда я как-то допер сам, но заодно я натыкался на видеоролики Демона ТВ. Помнится мне видеоролик про Юспы на маркете, где он закупал их в большом количестве по одной цене, а чуть позже получилось так, что он смог их слить по другой цене. Также, говоря, мне вспоминается тот момент на полигоне, я, получается, играл и также играл на CSGO Roll, но CSGO Roll уже был потом, когда моя истерия по азарту прошла, я уже пытался как-то заработать деньги. И суть в том, что, получается, я решил зарабатывать с помощью тех отыгранных, получается, не то что денег, а отыгранного баланса я пытался заработать на полигоне. То есть я закидал туда одни шмотки, которые по хорошей цене это там принимались, и выводил другие шмотки, по которым по хорошей цене сливались где-то в другом месте. На таких сайтах, как CS Money, на маркете. И с помощью этого я начал зарабатывать. Азарт привел меня к трейду. Такие вы видите меня сейчас, в 2019 году. Я завел свой канал, получается, в декабре 2017. Мне нравится как-то ламповость моих стримов. Мне нравятся мои подписчики, которые адекватные, хорошие люди, и делятся тоже интересными вещами по трейду, как и я с ними. Я, собственно говоря, за этот год тоже что-то новое узнавал, получается, от них. Я не сказал бы то, что я какой-то опытный трейдер. Так, чисто, получается, для себя я зарабатывал деньги. Например, был, я помню, момент, когда появился скинджар, можно было за пару месяцев хорошие бабки поднять почти с нуля, что было весьма приятно. Помню, я на CSGO роли до того, как Малой начал снимать видеоролики об этом сайте, можно было хорошо зарабатывать. Я сидел на лайф-ленте CS Money, ловил хорошие выигранные ножи, перчатки, что-нибудь еще, да, из выигранных пушек, и заливал все это, собственно говоря, на сайт Roll, CSGO Roll. И, получается, отыгрывая, выводился оттуда. Но бывало такое-то, что я проигрывал балик там, поэтому деньги я тоже там терял. На самом деле, если признаться, то, я думаю, я потерял гораздо больше, чем 1150-180. Я, наверное, потерял где-то тысяч по 280-300. Если заглянуть, получается, в CSGO Market, и посмотреть на то, на мои, получается, скидки и комиссии, разницу вы увидите в районе 280 тысяч. Вы вообще видели время? 21.30, твою мать. Нахуй я, я вам это рассказываю. 21.30. Гребаному лесу. Пацаны, вы серьезно? Продолжение следует...